Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». Тема сегодняшнего выпуска называется «Обезболивание при родах». И сегодня у нас в студии главный специалист по анестезиологии и ренематологии нашего министерства здравоохранения Ульяновской области Козлов Андрей Владимирович. Здравствуйте, Андрей Владимирович! Здравствуйте! Андрей Владимирович, ну вот первый мой вопрос, мы говорим сегодня об обезболивании. Скажите, пожалуйста, какие виды анестезии вообще бывают при родах? И какие именно виды делаются в вашем именно роддоме? Знаете, я бы хотел, прежде чем мы начали вот этот разговор, все-таки более широкую взять тему. Не только обезболивание родов, это достаточно узкое такое направление в нашей специальности, а вообще обезболивание в акушерстве, возможно, в целом. Давайте, давайте. Это более, наверное, будет правильно для наших телезрителей. Потому что разные бывают вмешательства. Да, совершенно правильно, совершенно разные вмешательства. И для понимания, наверное, всей этой проблемы, наверное, это будет правильно, когда мы широко шагнем по нашей, так скажем, специальности. Значит, наша работа, в принципе, регламентируется некоторыми постановлениями правительства, естественно, приказами, на основании которых мы работаем. И основными такими законами, этот ФЗ-323 от 2011 года об основах охраны граждан, здоровья граждан на территории Российской Федерации, в частности, статья 19 пункт 5, говорит о том, что каждый гражданин Российской Федерации имеет право на обезболивание и при заболеваниях, и, кроме того, на обезболивание при проведении каких-то травматических операций. То есть, при каких-то вмешательствах. Ну, кроме того, этот закон сейчас расширился в сторону онкологических больных, поэтому основы там вот такая есть. Но там ничего не говорится о беременных. Больные, пациенты и прочее. Вот в таком ключе рассматривается пока это 19 статья. Далее у нас есть приказы Минздрава Российской Федерации, это порядки оказания помощи пациентам на территории Российской Федерации в плане анестезиологии и реаниматологии. Это 919-й приказ. И совершенно свежий, это от 2012 года, и совершенно свежий 2020 года, это за номером 1130 порядок оказания помощи гражданам Российской Федерации в разделе акушерства и гинекологии. То есть, вот такие основные законы, которые мы соблюдаем и которые мы должны исполнять, естественно. И, кроме того, на сегодняшний день 20-й, 22-й, 23-й год это внедрение клинических рекомендаций, это базовые на сегодняшний день наши инструкции и руководства, без которых практическое здравоохранение сегодня, наверное, невозможно. То есть, это основа наша. И вытекающие отсюда, в общем-то, другие следствия. То есть, помощь в Российской Федерации оказывается по трем таким глобальным направлениям. Это может быть помощь экстренная, помощь неотложная и помощь плановая. И, естественно, операции имеют точно такое же практическое деление. И если операции анестезиологической пособии неотделимы от оперативного вмешательства, следовательно, операции в акушерстве и различные манипуляции также делятся на экстренные и неотложные, и плановые. Мы поддерживаем эту классификацию в своем лечебном учреждении. В принципе, я стремлюсь, как главный внештатный специалист, поддерживать именно эту классификацию, которая принята у нас на территории Российской Федерации, для того, чтобы было четкое взаимопонимание между анестезиологами-реаниматологами, естественно, и акушерными гинекологами, чтобы мы понимали друг друга, какую сейчас операцию мы выполняем. Что касаемо конкретно по акушерской анестезии, то акушерские анестезии тоже имеют разделение в зависимости от экстренности, плановости, неотложности. Кроме того, сами по себе технологии используются при том или ином виде временного характера и виде неотложности. Все анестезиологические пособия, грубо говоря, можно разделить на две таких больших группы, которые мы используем. Это методы, включающие в себя выключение сознания пациента, то есть это общая анестезия, грубо говоря, которая может быть проведена в виде только внутривенной анестезии или комбинации внутривенной анестезии с каким-то газовым анестетиком. Но это общая анестезия все равно. Ее такая небольшая часть... Вот в первом случае мы эту технологию используем при кестревом сечении. В основном при кестревом сечении при каких-то осложненных проблемах, при сопутствующих патологиях. То есть уже оперативное вмешательство. Да, это при кестревом сечении то, что мы используем. Бывает еще с выключением сознания, если дальше продолжать эту тему, с коротичной внутривенной анестезией. То есть это анестезия, которая используется при неотложных, срочных и плановых небольших оперативных вмешательствах, необходимых для ушивания каких-то ран, для ревизии. Ну, в общем, на некоторое время выключающих сознание пациента, но также имеющие все основания называться анестезией, потому как мы выключаем сознание, то есть наркозно-дыхательная аппаратура, персонал, который все используется, и препараты, естественно. И такой большой широкий пласт, который открылся так для нашей страны в 80-х, 90-х, начало 90-х, ну, 20-й уже век, годах, начало 20-го века, это нейроаксиальный метод анестезии, которым на сегодняшний день в АК-6 отдается приоритет, и мы используем для этого спинальную анестезию, или ее еще в Российской Федерации ранее на развитии этих методов называли спинномозговой анестезией, и используем эпидуральную анестезию в этой ситуации, и их сочетание, то есть бывает сочетание, и комбинированная, она называется, эпидуральная, спинальная, комбинированная спинальная эпидуральная анестезия. Ну, давайте тогда вот в двух словах, чем они отличаются, и что в основе их лежит, каждое из видов? Вот пласт, если брать методов нейроаксиальной анестезии, то в основе лежит, в принципе, тот же, так как называется, укол в проекции поясничного отдела позвоночника, мы вводим специальный препарат, и если мы говорим о спинальной анестезии, в англоязычной литературе называется спинал, для нас это спинномозговая, отсюда из термина вытекает, то мы вводим местный анестетик, а используются специальные местные анестетики, разрешенные в Российской Федерации, именно в спинномозговое пространство. То есть там, где у нас спиной мозг облегается спинномозговой жидкостью, омывается спинномозговой жидкостью, для нас важно позиционирование спинномозговой иглы в спинномозговом пространстве. Мы вводим небольшое количество местного анестетика и получаем достаточно мощную анестезию, которая называется спинальная. То есть довольно эффективная. Это достаточно эффективная технология, да, прогрессивная, начало 19 века, правда, она достаточно старая, но тем не менее это очень надежная и самая лучшая в планах всех развития, всяких осложнений и проблем, безопасности анестезии, совершенно верно. И другая технология, это эпидуральная анестезия. Она чуть моложе, практически где-то на 30 лет нашей спинальной анестезии. Это 1933 год она была внедрена и используется до сегодняшнего времени с различными ее модификациями. Модификации как инструментария, так и препаратов, которые мы используем. Есть техники катетерные, есть бескатетерные. То есть различные разнообразные техники мы можем внутри этого метода использовать. Но точкой приложения уже здесь будет не спинно-мозговое наше пространство, а эпидуральное пространство. То есть пространство, которое располагается несколько латерально кпереди от спинального пространства. И мы должны иголочкой очень осторожно спунктировать именно это пространство для того, чтобы ввести туда катетер и сколь угодно долго продолжать, например, поведение эпидуральной анестезии. Это используется в хирургии и в частности при кесовом сечении. И, кроме того, используется их сочетание, как мы говорили уже, спинальная и эпидуральная анестезии в виде комбинированной спинальной эпидуральной анестезии. Она может быть двухуровневая, то есть когда мы пунктируем или делаем сначала эпидуральную анестезию, затем спинальную, но в одном и том же практически промежутке времени и начинаем операцию. Либо мы делаем это в родах, это бывает, иногда мы делаем это в родах, но используя другие совсем технологии, нежели при обезболивании кесовом сечении. И бывает одномоментное, то есть используется одноуровнее технологии, но для этого уже нужны специальные иглы, которые сочетают в себе как бы два в одном инструмент, и эпидуральную, и спинальную иглу. Вот для обезболивания родов на сегодняшний день предпочтение отдается естественной эпидуральной анестезии. Вот в частности мы используем... Здесь нужно оговориться немножко, что для обезболивания родов термин анестезии не совсем правомочен. Дело все в том, что сам термин анестезия в нашей специальности означает выключение всех видов чувствительности. Если же мы выключаем все виды чувствительности у женщины, которые находятся в родах, включая двигательную активность, двигательную активность матки, то роды, конечно, сами по себе без схваток не пройдут должным образом, и мы не будем иметь конечного результата ребенка, потому как у нас нет родовой деятельности. Поэтому здесь мы используем термин аналгезию, и технология называется эпидуральная аналгезия в родах, которая выключает все виды чувствительности, но сохраняет моторную чувствительность и не выключает двигательную активность матки. Это очень важная вот такая вот грань, когда мы должны именно добиваться аналгезии, а не анестезии, чтобы наша методика помогала женщине рожать, но ни в коей мере не тормозила родовую деятельность. Андрей Владимирович, Вы четко сказали, что все индивидуально, и естественно, такой подход должен быть каждому пациенту индивидуальный. Но все-таки есть какие-то четкие показания и противопоказания именно в акушерской практике обезболивания? Да, вот именно в акушерской практике, в принципе, по большому счету, наверное, если так сказать, особенности какие-то акушерские, конечно, имеют место быть, если мы говорим о нейроаксиальных технологиях, например, спинальные-эпидуральные их сочетания, то, в принципе, самое главное противопоказание, о котором мы сегодня должны говорить, это согласие пациента на эту манипуляцию. Ведь надо понимать, что все, о чем мы сейчас говорим, это инвазивная технология. Раз инвазивная технология, следовательно, мы нарушаем кожные покровы, как-то еще что-то. И, кроме того, любая анестезия имеет какие-то осложнения и все прочее. И все-таки это инвазивные... Ну, и, наверное, Андрей Владимирович еще может быть непереносимость каких-то препаратов тоже. Да, это уже следующее, да, непереносимость каких-то препаратов, например, к этому можно отнести, ну, например, человек когда-то делал какие-то манипуляции своими руками, об этом знает, и говорит, что я не переношу этот препарат. Естественно, это абсолютно противопоказание к везению этого препарата. Ну, это сбор анамнеза, то есть сбор анамнеза. То есть анамнеза имеет место быть обязательно, здесь мы обязательно учитываем эти вещи. Кроме того, клинические проявления нейроаксиальных методов всегда ведут к гипотонии, в определенном... То есть снижении давления. Снижение давления, да. И снижение давления, которое может вызвать спинальную анестезию, более выраженно, нежели эпидуральную анестезию. Поэтому здесь мы тоже можем понимать, что вот при данной ситуации, вот именно в данной ситуации, спинальную анестезию желательно не использовать, например. А лучше и более мягко будет работать эпидуральная анестезия. И мы начинаем говорить с пациентом о необходимости все-таки вам в данной ситуации лучше провести эпидуральную анестезию, нежели спинальную, потому как у вас, вот, например, в анамнезе есть такие вот синдромы, да, когда сочетается артериальное и низкое артериальное давление с низкой частотой пульса. Например, пульс 55 и давление 85 на 90, и пациентка считает себя в удовлетворительном совершенно состоянии. Но все вот такие вот параметры могут при введении местного анестетика в спинно-мозговой канал вызвать обвал гемодинамики, то есть резкое снижение артериального давления. И поэтому в этой ситуации мы можем порекомендовать более щадящую технологию. Она несколько, может быть, длительнее по выполнению, но, тем не менее, она таит в себе более выраженную безопасность по отношению к гемодинамике этой пациентки, поэтому мы рекомендуем вот в такой ситуации использовать все-таки щадящий метод. Андрей Владимирович, а вот бытует еще такое мнение, что наркоз и обезболивание, анестезия, что они могут как-то повлиять на здоровье человека в последующем, и могут даже повлиять на продолжительность жизни даже. То есть, что наркоз может снизить уровень жизни, продолжительность жизни до 10 лет даже. Это миф? Давайте скажем, или это ваше мнение? Ну, опять же, если мы говорим об акушерстве, мы уже решили, что 80-90% это нейроаксиальная анестезия. То есть, если люди боят... Мы же сейчас разговор ведем о конгетивных каких-то нарушениях, какие-то могут быть такие вот последствия, что... Отдаленные даже. Да, отдаленные. У меня резко снизилась память, у меня рассеялось внимание, я не понимаю, о чем вообще мы сейчас разговариваем и все такое прочее. То есть, это, я считаю, связано с анестезией. Ну, хотелось бы сразу сказать. Во-первых, люди, которые рожают, они молодые люди. И поэтому здесь, в данной ситуации, все-таки, уровень центральной нервной системы в таком возрасте обладает определенной защитой от разнообразных веществ. Сообразный иммунитет такой, да? Да, своеобразная защита у нас в таком возрасте имеет место быть, однозначно. Вот. Потом операция, если это доходит дело до операции, кеслево-сечения, да, например, под общей анестезией, она всегда скоротечна. Она скоротечна, ну, в своей физиологической форме, она скоротечна операцией. Как бы мы ни хотели, все равно мы за 35-40 минут закончим операцию кеслево-сечения. И поэтому длительность воздействия наших препаратов на организм, на центральную нервную систему человека, фактически минимальна. Кроме того, мы используем препараты, которые жестко разрешены или запрещены использованию у беременных. То есть мы не можем себе позволить взять какой-то препарат, и если он фармакологически и фармакинетически не разрешен, или воздействия на мать или на плод, мы этот препарат, естественно, не используем. То есть все те препараты, которые разрешены на территории Российской Федерации и к использованию в акушерстве, неоднократно или опыт десятилетиями говорит о том, что эти препараты на сегодняшний день безопасны. Кроме того, наша фармпромышленность во всем мире, она совершенствуется, и наши препараты, которые мы используем в анестезиологической практике, все менее-менее обладают разнообразными побочными эффектами, токсичностью и все такое прочее. Но тем не менее, конечно, человек — это организм, это биохимическая структура, которая, конечно, при внедрении каких-то других химических агентов может реагировать по-разному. И мы не можем предсказать эти реакции. Но на основе каких-то вот таких статистических данных популяций мы можем сказать, что да, в принципе, на сегодняшний день утверждение о том, что если мы проведем вам кесарево сечение, и завтра вы забудете таблицу умножения, это, конечно, из-за области мифов. Поэтому я думаю, что тем женщинам, которым противопоказаны нейроаксиальные методы обезболивания, а такие женщины есть, например, с фиксированным сердечным выбросом или с теми методами, о которых, от тех противопоказаний, о которых мы уже говорили, вот, им показано, например, кесарево сечение под общим обезболиванием, то здесь, я думаю, бояться нечего. Препараты все разрешенные, высокой степени очистки, ни на плод, ни на бань, не окажут никакого отрицательного воздействия и через год, в принципе, можно снова беременеть и опять возвращаться к нашим технологиям. Андрей Владимирович, ну, понятно, что вот лечение, любое лечение любого заболевания, да, оно проходит по стандартам, по клиническим рекомендациям. То же самое касается обезболивания, анестезии, это то же самое, да, вы об этом уже сказали. Но вот все-таки женщина вправе, например, сказать, да, вот я хочу анестезию, я хочу, чтобы у меня прошли безболезненные роды, да. Здесь вот врач должен какую-то тактику выбрать, да, все-таки убедить женщину, что она может и сама родить, там, ну, как я простыми словами скажу, да, без обезболивания, там, или все-таки вот прям идем навстречу, да, и вот хочет женщина обезболивания, значит, она его получит, да, или все-таки вот какие-то проводятся беседы, какая-то тактика, вот здесь поведение должна же быть все-таки выработана. Да, вы задаете вообще вопрос такой, он многогранный вопрос. Дело в том, что есть стационары, которые, акушерские стационары, которые говорят о том, что вот в нашем стационаре 80% или 90% родов проводится под эпидуральной анестезией. Есть стационары, где эпидуральная аналгезия в родах используется, ну, процентов 30, например, да. Вот есть соматическая патология у женщины какая-то, да, мы используем инвазивную технологию, да, мы используем инвазивную именно технологию для того, чтобы облегчить вот вам ваше состояние в процессе родов, потому что могут развиться осложнения, которых мы даже и не представляем пока, но на фоне аналгезии в родах это будет как бы снивелировано, и будет все, в принципе, хорошо, одновременно и обезболивание, и одновременно и лечение, возможно, да, той же гипертонии, все-таки эпидуральная аналгезия частично убирает болевой эффект, воздействие на вегетативную нервную систему, снижает артериальную гипертензию, уменьшает эмоциональную напряженность, в общем-то, комфортность определенная создается, и мы, конечно, когда соматическая выраженная патология есть как у женщины изначально, да, так и она может во время, в процессе родов возникнуть, например, та же дискоординированная родовая деятельность, да, вот, скажем так, побочным эффектом нашей эпидуральной анестезии или аналгезии, да, в данной ситуации аналгезии, все-таки является возможность этого метода коррегировать или восстанавливать нормальную родовую деятельность, которая по каким-то причинам, ну, в основном, это гормональные, конечно, причины женщины, приводит дискоординированную родовую деятельность. Вот эти вот моменты мы тоже учитываем в этой ситуации, и все-таки мы, как сказали в самом начале, все-таки беременность – это не заболевание, и все, что движется, нельзя обезболить так вот просто огульно, и мы должны здесь учитывать все-таки определенные показания, есть противопоказания, есть желание пациентке подойти к ней и сказать просто так, что, да, мы вот сейчас вот возьмем иглу, вот возьмем катетер, мы спунктируем вам эпидуальное пространство, вам будет комфортно и все хорошо. Если человек не готов к этому, из чего бы это вы решили делать, то здесь вопросы, конечно, есть. Ну да, это же все-таки физиологический процесс, поэтому тут особый такой подход. Да, но все-таки тенденция, мировая тенденция, мы придерживаемся к этому, к этой тенденции, все-таки, конечно, если есть возможность обезболивать что-то, болевой синдром, мы должны это делать. Андрей Владимирович, ну тогда давайте еще поговорим о том, что вот нужна ли какая-то подготовка перед обезбольным, вот со стороны самой женщины, то есть может быть какое-то питание нужно специально, какой-то режим соблюдать, там, я не знаю, там, образ жизни как-то, да, могут быть какие-то определенные, там, я не знаю, специальные позиции какие-то, да, во время родов, там, давайте хотя бы в двух словах об этом тоже скажем. Да, это вообще вопрос очень тоже важный, важный вопрос, по одной только причине, что если не соблюдать то, то, что рекомендуют врачи перед любой анестезией, да, можно получить такие осложнения, которые в акушерстве, ну, вызывают потом очень серьезные проблемы, которые придется лечить. Поэтому, в принципе, анестезия должна быть защищена со всех сторон, и никаких осложнений у нас не должно быть. Но здесь, конечно, зависит кое-что от пациента. Но мы, когда беседуем перед ходами, перед обезболиванием, там, кестрево сечение, перед родом, мы обязательно осматриваем пациента, собираем анамнез. То есть, это вот уровни защиты, которые нам позволяют склониться к тому или иному методу обезболивания, плюс мы в процессе анамнеза, да, То есть, коррекция какая-то идет. Появляем, выявляем, да, насколько какие-то проблемы более важны, какие-то проблемы можно снивелировать вот теми препаратами, которые мы, возможно, сейчас ведем, и они нам уберут вот эти проблемы, которые, возможно, на водном наркозе, например, у беременных. Вот. Но самое главное, если говорить о кестревом сечении, самые главные такие рекомендации, это нужно соблюдать щадящий режим по диете, это 6-8 часов, не должны употреблять пищу беременной перед этой операцией. И в течение ближайших двух часов нельзя, рекомендуется, не употреблять уже бесцветные жидкости. Ну, например, можно до этого времени, в течение вот этих вот, до интервала двух часов, пить только воду, прозрачный сок, и прозрачные вообще жидкости, к которым, кстати, относятся и чай, и кофе. Это тоже прозрачные жидкости. Вот. Но жидкости, содержащие какие-то добавки в виде соков с мякотью, мы не рекомендуем, потому что эта жидкость уже не прозрачная. Вот. Поэтому молоко, это тоже тяжелая жидкость. Коктейли какие-то тоже. Да, коктейли. Это все не рекомендуется. Если соблюдать хотя бы вот эти вот два правила перед общей анестезией, это уже большой плюс. Кроме того, мы уже начинаем соблюдать правила профилактики тромбоэмболических осложнений. Мы рекомендуем использовать противоэластический компрессионный трикотаж перед операцией, во время операции и после операции. То есть это профилактика тромбоэмболических осложнений. Все, что мы сейчас обсуждаем, закреплено в клинических рекомендациях. Кроме того, мы начинаем профилактику перед операцией, антибактериальную профилактику. То есть мы профилактируем некоторые инфекции, которые возможно, возможно, не обязательно, что это будет, а просто возможно. Все-таки. Все-таки это инвалидность, плазивные, открытые участки нашего тела, которые... Это имеется в виду, какие-то бактериальные могут быть, да? То есть избежать этого. Да, профилактика проводится, это все до операции. Вот в основном такие рекомендации. Ну, естественно, обследование, общие анализы и все-все-все прочее. То есть прежде, чем сделать операцию в плановом порядке, это не все так просто. Мы, конечно, вот в соответствии с клиническими рекомендациями проводим обследование, назначаем какие-то дополнительные методы исследования. Андрей Владимирович, ну и в заключении нашей программы, может, какие-то добрые пожелания, как и специалист, от анестезиолога, анестезиолога, нашим телезрителям. Я думаю, вот на будущее, возможно, возникнут какие-то вопросы после этой передачи или в процессе позвонить в редакцию, возможно, что какие-то более тонкие вопросы, конкретные, возможно, на которые мы можем в процессе передачи, например, вот жестко говорим сегодня о пропидральной, о анокзи в родах, или, например, давайте поговорим о кестревом сечении от и до, когда нитки даже снимать. Вот давайте так поговорим. Если это вот вас интересует, то мы, конечно, с удовольствием соберемся снова, да, и обсудим эту тему. А так, в принципе, ну, у меня доброжелательные такие вот, ну, как сказать, здоровье всем, следить нужно за здоровьем всем, это надо, значит, понимать, что надо следить за этим здоровьем, ухаживать за этим здоровьем, беречь свой организм, заниматься спортом, несмотря на то, что у вас развивается, беременность, хотя бы заниматься физкультурой, соблюдать диету. Ну, вести активный образ жизни, да. Соблюдать диету, слава богу, у нас тут есть сейчас условия для соблюдения диеты, мы, возможно, как-то более тонко, что-то будем выглядеть вот в ближайшее время. Поэтому вот такие вот основные, наверное, пожелания. Бояться нельзя. Знания уничтожают страх, незнания, наоборот, ведут к страху. Поэтому чем больше мы знаем, тем меньше будем бояться, и все будет у нас хорошо. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, всем желаю успехов, удачи. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова